Всех приветствую на своем канале. Сейчас мы находимся на очень живописной канатной дороге, живописная трасса называется она Эдельвейс, находится она на курорте Роза Хутор. Помимо того, что здесь очень живописно, открытые люльки, высота огромная и достаточно жутковата. Занимает этот маршрут примерно минут 20. Идет этот маршрут от самой конечной точки Роза Хутор, Роза Пик. Это 2320 метров высоты от уровня от моря. Сейчас я попал в такой период, когда облака. Кстати, очень достаточно холодно. На Роза Пик я прям под замерз. Все люди одеваются, утепляются, лежит снежочек. В прошлом году я был здесь и так не было холодно. Вид, конечно, сумасшедший. Просто сумасшедший. Горные вершины снежные, облака. Это, конечно, что-то. Но даже есть какая-то автомобильная дорога. Вот такая вот кабинка. В ней может разместиться человек пять. Очень стрёмно, когда детишки сидят. Мне кажется, если они начнут баловаться, они прям элементарно могут выскользнуть. Поэтому взрослым нужно держать детей прям крепко. Смотреть за детьми. Очень прям так стрёмненько. Едешь вниз, высота огромная. Когда едешь вверх, это так не ощущается. А вот вниз, это вообще. В этом ты весь икаешь. Приезжает этот маршрут конечный. на какой-то канатной дороге. В долину водопадов. Называется. Я сейчас не вспомню, как она называется. Когда приедем, может быть, там будет название увидим. Там очень много маршрутов, водопады, всякие различные тропы. В короче, очень много маршрутов с интересными видами. Где-то один из водопадов там должен быть 70 метров. Честно говоря, я что-то не помню такого водопада. Вообще вид какой. Просто высотище. Вот высотище. Внизу елки, горы, облака, снежные вершины. Как еще это можно описать? Только так. Опять же, здесь мне очень везет, что мне не нужно идти пешком. Маршрут хоть и стремный, но довольно комфортный. Сидишь, наслаждаешься видами. Вход сейчас, ну общий, на розовый хутор, на канатку, стоит 2350 рублей, по-моему. Или 2550 рублей. Туда входит подъем. Три подъема до розы пик. На станции, на остановке, которая называется Беседка, можно сходить еще на один подъемничек на Волчью гору. Он просто спускается и тут же поднимается. Ну просто такой вот подъемничек. Он похож на вот этот. Такой же. И занимает по времени минут, может быть, 15. Спускаешься и поднимаешься. Визит там, ну так себе, ничего особенного. И так же в билет входит стоимость вот этот вот подъемничек, называется Дель Вейс. Он очень живописный, конечно. Виды здесь просто потрясающие. И спускаешься, конечно, тоже в довольно живописное место вот это вот, где водопад нас ожидает. Тоже очень приятно ощущаешь себя на этих маршрутах. Короче говоря, стоимость входит достаточно немало вот этих маршрутов. В принципе, я считаю, что довольно-таки классно, что за такую цену, помимо подъема, еще есть какие-то допчики. В прошлом году я ехал по вот этой вот трассе канатной дороги. Когда уже обратно прилетело облако. Такое интересное ощущение. Ну, соответственно, едешь как в тумане. Но ощущение очень классное. Можно трогать это облако руками, кушать. Ох ты, остановился. Стремненько. Когда такие остановочки. Думаешь, сколько здесь будешь сидеть. Ну, вроде поехали опять. На тих высотах постоянно закладывают уши. Да, и главное, боишься ничего не потерять. Так же вот эти вот капсулки могут закрываться. Так стеклышко. Попускаемся сейчас сразу садимся. Еще один. Так. Так. Здесь, по идее, наверное, можно спуститься и пешочком. Вот сейчас прям будет резкий спуск. Опять подтормаживает. Такое ощущение, что сейчас остановится. Вот, вот. И очередной спуск с огромной высотой. Ощущение просто пипец. Классно и стремненько одновременно. Канатки это прикольное изобретение человечества. Ощущение классное. Особенно вот в таких вот открытых кабинках, конечно, вообще. Вся прелесть нахождения здесь. Это именно то, что ты прям ощущаешь. Даже не через стекло, а сам. Как будто летишь. Ощущение. 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 тут такой одинокий фотограф сидит вот он меня сфотографировал а я его как интересно он сюда забирается и сидит же тут целый день а в туалет как он здесь ходит да вот работа у человека хотя сидишь целый день в таком живописном месте безумная красота елки такие длиннющие солнце наверно да и вот мы приезжаем смотрите какая зелень какая здесь растительность и вот по этим вот местам мы сейчас и пойдем гулять ну я уже не буду показывать иначе видео будет долгим но фото и какие-то маленькие видосики вы все можете посмотреть в моем телеграм канале я там какие-то фотки выкидываю выкидываю тут конфешечку уже видно такую нашу станцию прям приезжаем кстати вот здесь начинается или заканчивается один из маршрутов такой тоже живописненький достаточно Минделиха называется локация называется Минделиха маршрутов но нам поопускаем ноги на нее ставят но нам как в в в Парк подопадов Мендели. Ну вот, в принципе, и все. Я пойду погуляю, осмотрюсь. Вы приезжайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Спасибо.